Приветствую. Итак, решение головоломки с лунами. Прежде всего желательно, чтобы вы здесь вообще ничего не трогали из состояния, как она была изначально. То есть, сохранитесь вручную, подпишите сохранение типа перед головоломкой с лунами. Если же вы их уже трогали, говорят, что от глича, то есть там баг серьезный, который вам не позволит решить эту головоломку, может помочь запуск игры не через вулкан, а через директ. Так же, второе решение, это вообще можно обойти эту головоломку, опять же, если вы тут особо все не разведали. И если вы сохранились, то есть вам нужно персонажам бежать вот сюда, вот где сидит Астарион, вот здесь у вас будет проверка на внимание. И вам нужно, чтобы она получилась успешной. Тогда вы увидите, что вот эта вот штучка, это рычаг. Так, собственно, вам потом нужно будет его Астарионом, отмычками, воровскими инструментами взломать. Вы взломаете, и у вас отворится вот эта дверь. То есть, это другой путь к решению вообще без вот этой головоломки. Но я, к сожалению, и здесь проверку провалил на внимание, и я уже пытался на стриме крутить вот эти штуки. Сохранения более ранние у меня, конечно, остались, но мне придется много-много всего переигрывать, и мне просто не хочется этого делать. Поэтому я постараюсь решить эту головоломку так. Так. Ну вот, видите, в чем, собственно, глюк. Вот тут пропадают эти... Итак, может быть, кому-то пригодится. Вот на этом скриншоте вы видите то, как луны должны быть распределены изначально. То есть, когда вы ничего не трогали. Если патч выпустят, вы можете просто их вернуть в изначальное состояние. А зачем их вам возвращать в изначальное состояние? Да, потому что сейчас я вам покажу, в какой последовательности с изначального состояния их надо прожимать, чтобы все у вас правильным образом выстроилось. Если в чем-то ошибся, добавлю в описание, либо закреплю в первом комменте. А на этом скриншоте вы видите итоговый, нужный нам результат. Поняли, да? Когда вы крутите колеса, значит, допустим, вот здесь вот, допустим, вот я это колесо крутанул, и, допустим, вот сюда вот встала полная луна. Ну, это сейчас гличет, неправильно показывается, но на самом деле не полная. Но там, допустим, у меня была половинчатая или черная вот на этом круге, вот здесь. То есть, тогда я должен уже крутить этот круг, и я когда его крутану, то есть, она отсюда заберется вот с этого круга. То есть, или, ну, вот с этого. То есть, таким образом нам нужно, например, с нижнего переносить на верхний через левый круг или через правый. И, соответственно, наоборот, с верхнего сюда вот всякие половинчатые и так далее. В общем, из-за бага проходить, ну, практически нереально. У вас, конечно, шансы есть, если вы будете там 10 часов мучиться, страдать извращенным перфекционизмом. Но, на самом деле, я придумал еще одно решение. Его почему-то никто не предлагал больше, даже в англоязычном интернете. Даже несмотря на то, если вы персами здесь провалили проверки. Что можно сделать? Не забывайте, что у вас есть еще один персонаж в лагере. Но, естественно, в моем случае это Гейл. То есть, у него внимание, ну, под большим вопросом. То есть, у меня самое высокое внимание получается у Шэдоу Хард и Астариона. Ну, давайте попробуем. В общем, суть в том, что Гейлом-то мы здесь не были. Да, все четыре персонажа у нас посмотрели. Но тот персонаж у нас в лагере, он здесь еще эту проверку не прошел. Поэтому отправляемся в лагерь. И берем с собой, ну, в моем случае это Гейл. Кого-то заменяем из вот этих компаньонов. В вашем случае там сами смотрите, кого с вами не было. Итак, добежал сюда. На самом деле, меня затепешило черт знает где. Не забудьте активировать также и телепорт на этой локации. Ну, и, собственно, вот расположение этих телепортов. Да, вот роща Сильвануса, утесы у дороги, заросшие руины, чайный домик, вымершие деревни. И вот лагерь Гоблина. Вот он фиолетовым подсвечен. Давайте немножко увеличим. Вот где он находится, еще немножко увеличим. Вот где он. Ну, и вот как он выглядит. Круг древних рун. Собственно, его используйте для перемещения, потому что у меня баг. То есть я когда сделал лагерь, да, вот в этих руинах, обычно ты появляешься на том же месте после лагеря. Но я появился в роща Сильвануса и пришлось сюда телепортироваться. Но телепортироваться возможно, если вы вдруг, опять же, телепорт не открыли, откроете. Так, ну и после того, как вы здесь прошли, давайте я вам покажу, как, собственно, куда бежать, чтобы вообще эту комнату найти. Может кто-то вообще не в курсе про эту головоломку. Соответственно, сейчас, когда мы добежим гейлом сюда, обязательно сохраняйтесь. И да, это будет огромное количество перезагрузок. Можете наложить баф какими-нибудь способностями, например, наставление жрицей на гейла, чтобы увеличить шанс на успешную проверку испытания. Если у вас есть еще какие-то бонусы, также можете их на себя накладывать. Так, все, забегаем туда нашим волшебникам. Блин, у меня тут вообще все, смотрите, вообще все эти пропали, вообще жесть. Ну и все, вот сюда подбегаете. Внимание, провал, все, начинаете отгружаться. Давайте посмотрим, какое внимание. Внимания вообще никакое у гейла. Ну, можно попробовать еще жрицы заменить, например, какое-нибудь исцеляющее на благословение. Давайте также попробуем, пусть она на него этот проказ даст. Тут написано к броскам атаки и испытаниям, а это как раз испытания на внимание. Так что, ну, у нас там, видите, времени немножко осталось на... На другое испытание, но как раз я сохранился и добежать... Нет, даже не успеем добежать. Так что надо вот здесь где-то бросать... Накладывать это... этот баф. Итак, вот все здесь стоят. Давай, наставление. Все. Все наложено, бежим. Провал. Перезагружаемся. Так, у меня тут наставление и устойчивость, я смотрю, подождите. А все-таки благословение... Может быть они не стакаются? Может быть только что-то одно? Благословение... Да, походу... Походу, да. Опа, внимание, успех! Короче, под благословением надо проходить. Под благословением от Shadowheart. И теперь, когда мы уже обнаружили этот рычаг, подводим туда Астериона с воровскими инструментами, которые, собственно, пусть взламывает. Взлом не удался. Но, видите, даже для него, 4-го левла, взлом довольно тяжелый. Все, Сезам, откройся. Мы открыли эти врата. Наконец. Если есть какие-то еще варианты, пишите их в комментах. Какие-нибудь свои секреты, тайники, решения или по поводу этой головоломки. Не только мне будет полезно и интересно. В общем, лайки не забываем, комменты строчим и подписываемся, если не подписаны. Благодарю за внимание.